Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Атабеков и это канал На Пульсе. Сегодня я вам вкратце расскажу о том, какие гормоны производит наша с вами поджелудочная железа и какие они выполняют функции. Что делает инсулин, что делает глюкогон и соматостатин. Поехали! Итак, поджелудочная железа человека, вот она здесь изображена. Она у нас выполняет две функции, это экзокринная и эндокринная, то есть она вырабатывает ферменты, сок поджелудочной железы для пищеварения, который будет потом отправляться в кишку и переваривать пищу. Вторая функция – производство гормонов, которые выбрасываются в кровь и регулируют разные вещи, регулируют обмен веществ. Вот как раз об этой второй функции мы с вами и поговорим. Основные гормоны поджелудочной железы – это инсулин, глюкогон и соматостатин. Инсулин является анаболическим гормоном, то есть который за отложение, за накопление. Глюкогон является катаболическим, то есть за распад, расщепление и выработку энергии тепла. Вместе с глюкогоном наряду идут другие гормоны. Все вместе они называются контринсулярные, то есть они все имеют обратное действие инсулину. Это кортизол, тироксин и адреналин. Первый, третий – это надпочечники, и второй – это щитовидная железа. Инсулин вырабатывается, когда мы с вами поели, в крови вырастает уровень глюкозы, и эту глюкозу, она будет ощущаться рецепторами в поджелудочной железе, и поджелудочная железа будет выбрасывать в кровь инсулин, а инсулин будет заставлять эту глюкозу уходить в клетки. Глюкогон будет вырабатываться, когда мы голодаем, когда у нас стресс, то есть это гормоны стресса, когда здесь изображено животное, хищное, которое охотится, то есть это охота, это страх, это спасение жизни, то есть когда организм не думает о еде, а ему надо выжить, что-то быстро сделать, поймать добычу и так далее. Тогда все питательные вещества, которые были запасены, когда мы были в спокойном состоянии ели, они будут тратиться на производство энергии, потому что нам надо собрать силы в кулак, и собрать свои резервы, и выполнить какую-то задачу важную. Кстати, поэтому при хроническом стрессе идет активация, идет перевес в сторону гормонов стресса, и люди часто во время хронического стресса очень сильно теряют вес. Правда, некоторые начинают заедать стресс едой и могут набирать вес. Дальше, инсулин, еще раз, анаболический гормон, он будет всю эту глюкозу, которую мы поели, превращать в гликоген. Гликоген – это накопительная форма глюкозы, то есть многоцепочечная такая структура, которая может во время стресса или голода распадаться на глюкозу, и, соответственно, организм будет получать питательные вещества, будет получать глюкозу. То есть инсулин, он будет снижать уровни глюкозы в крови. Это касается пациентов, мы знаем, диабет первого типа, когда инсулин не вырабатывается, его недостаточно, потому что повреждены клетки в поджелудочной железе, которые его должны вырабатывать. Диабет второго типа, когда инсулин есть, но он плохо работает, то есть он неэффективный. Вот, тогда, естественно, если он не работает или если его нет, сахар в крови, естественно, глюкоза в крови будет вырастать. Дальше, что еще делает инсулин? Он запасает аминокислоты, синтезирует белки, откладывает белки, и жирные кислоты свободные, он запасает в виде триглицеридов. То есть инсулин у нас запасает все возможные компоненты, углеводы, жиры, белки. Глюкогон же наоборот, накопительная форма глюкозы, гликоген, распадается до глюкозы. Почему? Потому что мы голодаем, у нас глюкоза в крови падает, надо ее повысить, чтобы органы и клетки получали питательные вещества. Соответственно, мы расщепляем гликоген до глюкозы и выбрасываем его в кровь. Дальше, белки тоже будут распадаться до глюкозы. И триглицериды, это накопительная форма жиров, она будет распадаться до жирных кислот и кетоновых тел. Кстати, вы знаете, кето-диета есть такая, когда люди резко ограничивают углеводы, соответственно, организм не будет получать глюкозу с пищей и организм будет переходить на это звено, на питание с помощью жиров. И состояние кетоза это не что иное, как получение основной энергии, основного питания нашими с вами органами из вот триглицеридов. То есть, формируется большое количество кетоновых тел, которые будут вместо глюкозы питать органы. Это и есть кетоз. Ну и третий гормон, это соматостатин. Соматостатин, это у нас такой товарищ, он блокирует всё. Инсулин такой говорит, а давайте накапливать пищу, давайте синтезировать белки. Глюкогон говорит, нет, давайте наоборот, всё будем расщеплять, будем вырабатывать энергию. А соматостатин, это такой нудный, он говорит, нет, давайте не будем ничего делать, давайте вообще ничего не будем. И соматостатин, он тоже будет регулироваться поступлением пищи, симпатической нервной системы, это часть автономной нервной системы, глюкогоном, например. И он будет тормозить выработку гормона роста и гормона, который активирует щитовидную железу, териотропного гормона в мозгу. Дальше он будет блокировать выработку инсулина и глюкогона. И он будет блокировать выработку ферментов и гормонов, связанных с пищеварением. То есть он будет снижать, например, секрецию желудочного сока, снижать секрецию гастрина, снижать производство вазоактивного интестинального пептида, который стимулирует моторику, то есть стимулирует движение кишечника, перистальтику. Он будет блокировать выработку ферментов поджелудочной железы. То есть это такой блокатор всего, чего можно. Кстати, его используют при некоторых заболеваниях, например, его используют при панкреатите, когда нужно успокоить поджелудочную железу, с помощью соматостатина можно это сделать. Или лечат нейроэндокринные опухоли с помощью соматостатина. То есть эти его функции используются активно в медицине. Надеюсь, вам было интересно. Буду благодарен, если поделитесь этим видео и напишите комментарий. А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин